Разноречивая идет информация и из Вашингтона, и из других мест, такая, что на Западе одни, так сказать, заявляют о безальтернативности в той ситуации, которая есть, и тут ряд заявлений их в этом контексте находятся, ну, например, что типа мы не можем поддерживать Киев в том же объеме, как это было в 22 и 23 году. Это камешек вот куда-то туда, на мой взгляд. Авторов, пожалуйста, вот я авторов. А это представитель был, извините, Андрей Андреевич, то ли Госдепа, мне кажется, был представитель, заявил сегодня это. Это, как правило, один из источников газеты «Нью-Йорк Таймс» из администрации. Не-не-не, я видел видео, у меня есть видео, мы его можем процитировать, это не проблема, мы его выложим, это мы решим. Соответственно, с другой стороны, приближается дата решения вопроса в Сенате о выделении помощи Украине в 60 миллиардов, и вы, как смотрящие за всеми этими, значит, товарищами, которые не делают то, что им положено делать, можете в целом оценить ситуацию, изменилась ли она за эту вот в Новом году, в 2024, мы эфир проводили до, да, и, так сказать, насколько эта ситуация, до Нового года, насколько эта ситуация в этом смысле изменилась. Что бы вы по этому поводу сказали в целом? Ну, вот, как ваш смотрящий в Вашингтоне, докладываю вам с глубоким чувством утворения, что ситуация изменилась существенно за последние сутки. Появился выдающийся документ на сайтах трех комитетов Палаты представителей, это Foreign Policy, комитет по иностранным делам, Arms Intelligence, комитет по разведке, и Arms Services, ну, соответствует нашему, скорее, комитет по обороне. Эти комитеты возглавляют три республиканца. Ну, нам хорошо известен Майкл Макколыч, активный друг Украины, председатель комитета по внешней политике. Ну, и два его коллеги, это Роджер Стоун, председатель комитета по обороне, и, нет, Майк, Майк, Майк Роджер, извините, извините, заплетаюсь уже слишком много эфиров в один день, Майк Роджер и Майк Тернер, председатель комитета по разведке, то есть три ведущих комитета Палаты, занимающихся внешней политикой. Документ называется «Как Украина должна выиграть войну». Это прекрасный документ, досточайшей критики, повернута, недостаточная на взгляд авторов этого документа, поддержка администрации Байден Украины. Да, я хочу специально подчеркнуть, что это не мнение трех лиц, я перечислил, руководитель комитета, это официальный, опубликованный на сайте Палаты, резолютирующий серьезную дискуссию, документ трех ведущих. Ну и они повторяют дальше, мы можем сказать, что это дайджест наших с вами стримов и публикаций статей. Необходима передача большого количества истребителей F-16, передача этих не только на дальности 100 миль, которые, да, переданы были где-то в ноябре, на 200 миль максимальных, ну и, соответственно, увеличивается количество авторийских снарядов, противовоздушной обороны, и эта передача этого вооружения решит вопрос о победе Украины. Жесточайшим образом подвернута критика позиции Байдена. Вот очень хороший исторический документ, такая справочка. Справочка за, начиная со времен Обамы, до вот последних акций Байдена, как, на каком этапе задерживался тот или иной технологический этап помощи. Ну мы же через все это переживали, понимаете, Обама еще джавелинов не давал. Ну каждый раз, а уже при Байдене, каждый раз сначала нельзя Петриус, нельзя ни в коем случае Эбрамс, нельзя Петриус, все это мы переживали, все это очень убедительно изложено. Ну, с одной стороны, они республиканцы, они как бы, ну, вежливо относительно Трампа, они напоминают, это справедливо так и есть, что джавелины первые были переданы при Трампе, это действительно первое серьезное оружие, которое было передано Украине, но они и не чураются такой косвенной критики Трампистов в Палате, собственно. Отдельный, потому что отдельный раздел, очень важный, я считаю, важный для грядущего голосования, он посвящен критике проверки, accountability, вот проверке поставок оружия. Мы же знаем, что наиболее *** трамписты, там, во главе с безумной этой, как его, Маджоритой Грин, они же кричат о том, что помощь разборовывается, она там чуть ли не, нам доказывали, что Хамас 7 октября использовал американское оружие, украденное украинскими коррупционерами, ну и бегают по Сенату и по Конгрессу и по телевизионным студиям, обвиняя кровавый киевский режим в запрете 11 партий, в преследовании христианских священников, выдающегося проповедника Павла и так далее. Вот это все опровергается категорически. Там доказывается, что проведено 20 проверок Пентагона, ни один айтем оружия, ни одного злоупотребления не обнаружено, поэтому вот они призывают всю свою эту трамповскую ***, это болтовню прекратить, не называя его такими именами. Ну вот, это манифест, это манифест, по существу предвыборный манифест республиканской партии по вопросу Украины. И символично, что одновременно, я не знаю, может кто-то из наших людей смотрел, вчера Сенен проводил часовые беседы отдельно с кандидатом, с губернатором Флорио Сантисом и отдельно с Ники Хэлли. Сегодня будут их уже открытые дебаты совместные. Ники Хэлли, по-разумею, совершенно блестящее впечатление. Она великолепна совершенно. Ну, во-первых, это дважды она была очень успешным губернатором Южной Калифорнии. Она прекрасно забирается во всех острейших внутриамериканских вопросах, но не этим, она привлекательна нам. Она великолепно видит расстановку сил на мировой арене. Ну, она нарисовала ту же картину, что вот этот документ республиканской партии. Идет мировая война, в которой три источника абсолютного зла, Иран, Путинская Россия и Китай бросают вызов свободным странам мира. И это необходимо победить. Необходимо победить именно в Украине и в Израиле, потому что цель врагов свободы – это дискредитировать Америку именно ее беспомощностью перед атаками на Украину и Израиль. Вот это очень четкий курс республиканской партии. И мне, ну вот, после того, что я изложил его, ну, все могут крикнуть там в интернете, найти этот замечательный доклад. Еще раз повторю, это три руководителя ведущих комитетов Палаты представителей. Три ведущих комитетов. В этой ситуации представить, чтобы республиканская партия блокировала помощь Украине, ну, невозможно. Я не знаю. С другой стороны, явно, у них явная такая, конечно, очень резкая антибайденовская риторика, но она выгодна для нас. Они хотят, они строят свою риторику, и, видимо, собираются строить и свою республиканскую компанию партии. Ну, во всяком случае, что касается Ник Хелли, это очевидно. На критике Байдена как слабака, который недостаточно поддерживает Украину. И вот этот, ну, мы все это знаем, все это на наших глазах происходила, вот эта борьба с Соливаном и Берлсом, торможение на каждом этапе помощи. Но когда вот в этом документе все это читаешь один за другим, что вот там только в июне они дали первые атаксы, там до июня 22-го, до февраля 23-го не давали Патрио и так далее, все это производит, конечно, очень убедительное впечатление. Если вот это направление избрано республиканской партией, то это прекрасная новость для Украины и для всех сторонников свободного мира. Продолжение следует...